МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом, покрытый плесенью. Вот плесень. Вот плесень на окне. Вот на окнах плесень наверху. Это все плесень. Кто виноват в нашествии грибка и почему жителям приходится бороться с ним самим? Вместо охранников технический персонал, кто следит за безопасностью детей в школах и детских садах. Антитеррористическую безопасность учреждений проверили в Лениногорске. Одни и те же недостатки, а именно отсутствие системы контроля доступа на территории и отсутствие стационарных металлодетекторов. Хвостатые полицейские и их учителя. Альмитерские кинологи в преддверии профессионального праздника рассказали о работе юным инспектором. Это новости Юго-Востока в студии Татьяны Леонтьевы. Здравствуйте. Плесень на улице, плесень в подъезде, плесень в квартире. Жильцы 95-го дома по улице Ленина жалуются на грибок. С проблемой жильцы столкнулись в октябре прошлого года. И по их словам, управляющая компания игнорирует заявки. Людям приходится разбираться с проблемой самим. Подробности в сюжете Тимура Туманова. Сюда набьет по крыше. Вот плесень. Вот плесень на окне. Вот на окнах плесень наверху. Это все плесень. Анна Агапова, как и другие жильцы 95-го дома по улице Ленина, может пересчитать все пятна плесени. Что на улице, что в подъезде и уж тем более в своей квартире. Началось все в октябре прошлого года. Степень заражения 100%. Стоимость услуги 9,5 тысяч. Женщине пришлось обрабатывать всю квартиру. Я обратилась в УКЛСУ, там сказали, мы эту причину не устраняем. Я и сам по инстанцию звонила. Там говорят, звоните управляющую компанию. И управляющая компания? Управляющая компания сказала, приходите, пишите заявление, разговаривайте с мастером. Больше всего досталось кухне. Здесь и более заметно, как грибок живет и развивается. Здесь было все. Вот так вот стена. Здесь все, здесь все. Внизу, здесь. Даже спальня. Там. Ну, то есть здесь кухня и спальня с той стороны. В управляющей компании говорят, что заявок от жильцов не поступало. Но о проблеме они знают. И даже знают предысторию. Предыдущие жители первого этажа, вот, шестого подъезда, ну, безалаберное отношение, у них протекала канализационная разводка в квартире. Отчего сырели их стены и, следовательно, стена в подъезде. После того, как поменялись собственники, была заменена вся система водяная и канализационная в квартире. Проблема эта была решена. Канализационные разводки и другие аналогичные коммуникации – ответственность самих жильцов. Следить и обслуживать свое имущество должны они сами. А косметические дефекты, которые нанес Грибок, управляющая компания сможет устранить только в феврале следующего года. В 2022 году «Ленина-95» ожидает очередной текущий ремонт. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Во всех школах и детсадах Лениногорска прошли проверки. После трагедии в Казани в учреждениях проверили антитеррористическую безопасность. Выяснилось, что практически во всех нет специализированной охраны для обеспечения порядка. О том, какие еще недостатки нашла комиссия, расскажет Наталья Лакомкина. Всех входящих в здание детского сада номер 20 проверяют металлоискателем и отмечают в журнале посещений. К требованиям антитеррористической безопасности здесь относятся серьезно. Сегодняшние реалии вынуждают усиливать защиту. Территория детского сада хорошо освещена. В детском саду имеются 12 видеокамер. Ведется круглосуточное дежурство. В ночное время сторожа, в дневное, в рабочее время дежурные администраторы и дежурные по детскому саду. Дошкольное учреждение оснащено тревожной кнопкой. Сигнал с нее идет на пульт вневедомственной охраны сотрудникам Росгвардии. Представители комиссии обратили внимание на важность проведения тренировочных учений. Ведь в чрезвычайной ситуации многое зависит от слаженных действий работников детского сада. А если пакет, то, мне кажется, нужно подойти и прислушаться, посмотреть на признаки самодельного зерноустройства. Там торчат провода, что-то может быть тикой. Только после этого первое вы должны оградить, закрыть калип. Комиссия выявила недостатки антитеррористической защищенности во всех лениногорских школах и детских садах. В основном они одни и те же. В ходе проверки объектов образования, расположенных на территории города Лениногорска, выявились одни и те же недостатки. А именно, отсутствие системы контроля доступа на территории и отсутствие стационарных металлодетекторов. Проверка показала, что практически во всех образовательных учреждениях нет специализированной охраны для обеспечения порядка. Эта обязанность чаще всего возложена на технический обслуживающий персонал. Но, как прокомментировали в администрации Лениногорска, требования закона об антитеррористической защищенности объектов образования невозможно исполнить из-за нехватки бюджетных средств. Наталья Лакомкина, Новости Юго-Востока. В Бугульме подарили Ниву пенсионеру, у которого воры украли автомобиль. 19-летние парни проломили кирпичную стену гаража, украли автомобиль и сдали его на металлолом за 18 тысяч рублей. История тронула Бугульминцев. Роман Романов узнал историю земляка и в своем инстаграме объявил сбор средств. За несколько дней неравнодушные люди и волонтеры собрали сумму, которой хватило на покупку поддержанной Нивы. А сотрудники полиции застраховали автомашину и поставили ее на учет. Вот низкие поклоны. У нас есть и как все еще люди. Нормально. В Заинском районе 46 фельдшерско-акушерских пунктов. И на них приходится всего 40 фельдшеров. Ежедневно в их помощи нуждаются десятки жителей сел и деревень. И для многих медики стали почти членами семей. Об одном из таких медработников сюжет наших коллег из Заинска. Фельдшер Альфия Авзалова каждого жителя деревни Карманова знает как родного. И это неудивительно. Альфия Менигалевна родилась в этой деревне и работает здесь после окончания медучилища уже 41 год. Сначала в соседней Бегишевской участковой больнице, а после по просьбе сельчан в ФАПе Карманова. Мне приходится часто обращаться. Во-первых, уже у меня года идут в город ездить, уже сами знаете. День, ночь, неважно, я всегда обращаюсь к Альфии. И позвоню, она или придет, или сами. У меня еще и больной ребенок есть. Я просто зависима от Альфии. Измерить давление, сделать укол, а чаще за добрым словом приходят бабушки и дедушки к фельдшеру. Когда началась эпидемия ковида, местные жители поспешили тоже сюда. Ведь сельский доктор точно скажет, что к чему. Вот когда были такие коронавирусы, она все время звонила, как у вас дела, нет ли у вас давления, нет ли у вас температуры. Все ли, вот так, не со мной только, со всеми она так. На вакцинацию уговаривала? Уговаривала, я сделала. Ага. Мы ослушаемся, потому что она не зря говорит. Она наш доктор. Такие преданные своей профессии фельдшеры работают в каждом ФАПе Заинского района. Еженедельно они встречаются на общей планерке, обсуждают проблемы, ищут решения. ФАПы – значимое звено в системе здравоохранения Заинска. У нас есть огромные, очень серьезные перспективы по развитию фельдшерской службы. Во-первых, это строительство модульных ФАПов. Мы уже сдали 10 ФАПов модульных. Еще планируется 4. Но из современной технологии мы проводим интернет с хорошей связью, с хорошей проходимостью информационной. В Заинском районе 46 ФАПов. Работают в них 40 фельдшеров. Дефицит кадров есть, но фельдшеры не ропщут. Обслуживают, если нужно, и по два участка. Как никто другой, они знают, без сельского доктора деревне будет тяжело. Гульнара Феофанова, Денис Ипатов. Новости Юго-Востока. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте и в социальных сетях. Через страницу удобно написать нам, если у вас есть вопрос, вы хотите поделиться новостью или рассказать о проблеме. По городскому телефону мы принимаем звонки со всего Юго-Востока. Номер 32 18 88. Код города 8 553. Мы продолжаем и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Хвостатые полицейские и их учителя. Альмитевские кинологи в преддверии профессионального праздника рассказали о работе юным инспектором. А отцы уже накануне своего праздника, который отметят в это воскресенье, делятся секретами воспитания. С наступлением пандемии их работа стала и опасна, и трудна. А мы все поняли, насколько важны для нас представители этой профессии и насколько самоотверженным бывает их труд. 20 июня отмечается День медицинского работника. Одна из историй человека, для которого помощь людям стала призванием в нашем следующем сюжете. Вы давно лежите? Уже 4 дня дотирают. Спасибо, выздоравливайте. У главной медсестры ЦРБ обход. В это время она посещает пациентов, осматривает палаты, перевязочные. Бумажная работа, заполнение отчетов, проверка журналов и сестринских постов. Обязанностей у лейсеры Ильясовны много. В ее подчинении от них медсестер только больше 400. А началось все еще в детстве, когда она просила у деревенского фельдшера пустые коробочки от лекарств, чтобы поиграть в любимую игру – больницу. Я росла в деревне, я деревенская девушка. Я очень любила фельдшера своего деревенского. И хотелось мне тоже помочь людям. Я любила эту профессию уже с маленьких лет. Девочка выросла и стала медиком, а игра превратилась в жизнь. После медучилища работала сельским фельдшером в Чупаево. Потом переехала в Альметьевск и 20 лет отдала работе участковой медсестры. С 2011 года стала главной медицинской сестрой районной больницы. Мы раньше боялись этих костюмов, противочумные костюмы. У нас они были только на складах. Два раза в год мы изучали, как правильно надеть, снять, какие у нас емкости должны быть, где мы их должны замачивать. Это было как-то на бумажке. А сейчас мы научились. Мы не боимся этого костюма, одеваемся мы быстро. Судьба у Лесеры Залиловой нелегка. «Я улыбаюсь, чтобы не плакать», – говорит она. Шесть лет назад в аварии погиб ее муж, не увидев рождение внука. Найдя в себе силы жить дальше, она вышла замуж снова. Но пандемия вмешалась не только в ее работу. Коронавирус унес в жизни ее мужа и мамы. Он, к сожалению, тоже ушел из этой жизни. Сейчас я одна, и я работаю, радуюсь, что у меня есть работа. Я люблю свою работу. У Лесеры Залиловой двое детей и пятеро внуков, на свадьбе которых она мечтает станцевать. А работа по-прежнему остается для нее важной частью жизни. Даже выйдя на пенсию, она осталась ей верна. Выписываем пациентов, прям радуемся, плачем, потому что жизнь во время этой пандемии стала она еще дороже. И что мы поняли, что на самом деле мы помогаем людям. На самом деле медицинские работники, они очень нужны. В преддверии своего праздника работники здравоохранения не ждут поздравлений, а сами их дарят своим коллегам. От имени коллектива Альметьевской центральной районной больницы хочу поздравить всех работников здравоохранения города Альметьевска, Альметьевского района, Республики Татарстан. С нашим профессиональным праздником хочу пожелать всем крепкого здоровья, удачи в работе, благополучия в семье. Катерина Машинсова, Эльнур Залятов, Новости Юго-Востока. Поздравления с профессиональным праздником принимают и медики из Бавлов. Благодарности и добрые пожелания прозвучали от представителей исполкома и руководства ЦРБ. Среди тех, кому были адресованы поздравления, медики с огромным опытом, в том числе и героиня нашего следующего сюжета. Она – акушер-гинеколог, уже 35 лет. День медработника отмечают с 1980 года. Именно в этом году Альфия Макаримова поступила в Казанский медицинский институт. Решение связать свою жизнь с этой профессией не было спонтанным. Лечить людей хотелось с детства. Тем более перед глазами был яркий пример родителей. Я из врачебной династии. У меня вокруг все врачи, родители врачи. Мама – акушер-гинекологом работала, папа – хирургом. Все тети, дяди, братья, сестры. Поэтому я с детства видела, что представляет из себя врачебная специальность. И, видимо, другого пути и не было. Первое время после окончания института Альфия Шамильевна работала в областном роддоме в Узбекистане. По ее словам, рождаемость в 80-е годы там была высокой. За день один акушер-гинеколог могла принять более шести детей. Там рожают, конечно, не так, как в Бавлинском районе. Там за сутки 26-24 родов, может быть. Там же было раньше обсервационное отделение, физиология отделения, в приемном покое. Иногда бывает все занято, везде рожают. Потому что рождаемость была очень высокая. Потом тоже там установили ограничение. Больше четверых детей рожать нельзя. В 1994 году Альфия Шамильевна переезжает в Бавлы. И работает акушерым гинекологом. А с 2001 года заместителем главного врача Бавлинска ЦРБ по клинике экспертной работе. Родной больницы Альфия Шамильевна всегда отдавала без остатка всю свою энергию. И продолжает это делать по сей день. Общий ее трудовой стаж более 35 лет. Работать приходится много, говорит она. Есть и ночные дежурства. Но когда занимаешься любимым делом, жизнь приобретает особый смысл. А я, Ольга Драфикова, Эмилия Байрамов, Артем Артемев. Новости Юго-Востока. Они могут по запаху отыскать взрывчатку и наркотики, найти и обезвредить опасного преступника. А еще мило вилять хвостом. Речь о собаках-полицейских. 21 июня профессиональный праздник отметят те, благодаря кому они все это умеют. Кинологи. А сегодня о своей работе они рассказали юным инспекторам дорожного движения. Для них провели экскурсию. Подробности в сюжете Семена Егорова. Алсу Халикова с детства мечтала завести собаку. И в 2018 году ее мечта сбылась. У нее появилась немецкая овчарка по кличке Оскар. А 4 месяца назад девушка стала кинологом. И Оскар тоже теперь служит в полиции. Сначала мне говорили, что собака в общем дома появляться не будет. Но это не так. Это моя личная собака. Я могу содержать дома, также содержать здесь. Оскар может отследить преступника и обезвредить его. Но сегодня он справляется с другой задачей. Развлекает юных инспекторов движения. У тебя собак не боялись? Нет, не боялись. Я всегда напугалась, когда там собака лая. Очень страшно. В кинологическом питомнике содержится 15 собак. Одни умеют находить взрывоопасные наркотические вещества. Другие помогают искать пропавших людей. Обеспечивают порядок на массовых мероприятиях. Собаки кинологического питомника, находясь в вольере, ведут себя свободно. Ведь это их территория. Кинолог не имеет права зайти в вольер и начать раздавать команды. Но только как собака покидает свой вольер, то она становится послушной для хозяина. А именно для одного кинолога. Собаки-полицейские выходят на пенсию 8 лет. И у каждого жителя есть возможность забрать пенсионера к себе домой. Для этого нужно обратиться в кинологический питомник и оставить заявку. Семен Угоров, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. За сутки в республике зарегистрировали 31 новый случай коронавируса. 13 человек лечатся в больницах, 18 – на дому. Ковид подтвердился у жителей 7 районов. На Угоров, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока нет новых случаев. Всего на 18 июня в Татарстане зарегистрировано чуть более 22 тысяч случаев коронавируса. В это воскресенье, 20 июня, отмечается День отца. Поздравление будет принимать и герой нашего следующего сюжета. Он – папа, который снимает ролики для канала «Маленького сына», рисует его в картинах, готовит обед за пару секунд и успевает еще многое. Он не строгий наставник и воспитатель, а друг и помощник. В гостях у семьи была Катерина Машенцева. Это тот случай, когда съемочная группа «ЮВТ-24» сама попала в объектив. Олег снимается для ролика своего канала «Свежий пирожок», а в роли оператора – его папа Евгений. Я просто как оператор, монтажер работаю на своего сына, делаю ролики, записываю. Суровый, суровый начальник. Приходится не спать ночами, чтобы выкладывать ролики, изучать новые технологии, программы и так далее. При этом зарплату не платят? Нет, конечно. Суровый начальник и его подчиненный пополняют канал роликами семейных рыбалок, записями компьютерных игр, маленькими путешествиями и детскими трюками. После съемки наступает время обеда, который папа готовит без особых затруднений. Обед за пару секунд. Да. Обед за три секунды. И обязательный коктейль, приготовленный в четыре руки. Я думаю, достаточно. Теперь размешат. У Евгения двое детей – сын Олег и дочь Маргарита. Общий язык с ними находят легко, потому что следует принципу «папа – друг», а не строгий учитель. Не руководствуюсь собственным мнением. Я наблюдаю за ребенком и смотрю, что ему интересно, и стараюсь это в нем развивать. Если ему не нравится, то он придет и скажет, папа, я не хочу ходить в бассейн, он не будет у него ходить. Папа юного блогера признается, до сих пор не осознал, что это такое быть отцом. Наверное, пойму, только став дедом, шутит он. Сейчас он фрилансер и может проводить с сыном все время. Пока мама на работе, они вместе хозяйничают по дому, играют в игры, ездят на плавании и пишут картины. Тоже вместе. Только один из них выступает в роли модели. И не самый усидчивый. Это было, может быть, полминуты. Но благодаря современной технологии меня это все просто запечатлил на телефон. Все остальное написал с натуры, а его уж пришлось дописывать с телефона. Название к картине Евгений не придумал. Мы решили это исправить. Но папе понадобилась помощь сына. Загар. Загар? Отличное название. Спасибо вам. Потому что тогда еще было жарко. Да, очень жарко было. Картина называется «Загар». Все. Благодаря вам, благодаря каналу ЮВТ24 мы только что придумали название для этой картины. Картина называется «Загар». На вопрос «Счастливый ли он человек?» Евгений отвечает, не задумываясь. Да. И добавит «Счастье мое во всем вокруг меня». Из людей, которые со мной рядом. Из той деятельности, которую я выбрал для себя. И следую ей. То есть могу этим заниматься свободно. Ни на кого не опираясь. Благодаря моим родителям, детям. Благодаря всему, всему, что у меня есть в жизни. Катерина Машинцева, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока. Накануне мы рассказывали историю семьи из Лениногорска, у которой украли кота. Момент попал на камеры видеонаблюдения. После съемки сюжета хозяйка позвонила с радостной новостью. Моисей вернулся. Счастливыми кадрами она поделилась с нами. Дома наконец-то. Я так рада, я так переживала. Точно, его могут обидеть. Вот он весь такой сам рад. Домой вернулся, наконец-то. Удалось ли коту убежать от похитителя или незнакомец сам решил его вернуть, неизвестно. Но для Ирины это уже и не важно. Главное, что любимец теперь дома и в безопасности. Сразу после выпуска новостей смотрите прогноз погоды. И читайте наши новости на сайте в социальных сетях. Там вы найдете еще больше информации, чем выходит в эфире. Есть УЕВТ и свой телеграм-канал. Подписывайтесь, чтобы узнавать о событиях оперативно. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, будьте здоровы, вакцинируйтесь от коронавируса. Это просто. Редактор субтитров А.Семкин